Очередной день специальной военной операции на Украине. Жители Мариуполя поспешно покидают город. Километровые пробки образовались на границе Донецкой Народной Республики и Ростова. Наш корреспондент сейчас находится там. Ума Ибрагимова пообщалась с теми, кто был вынужден оставить свои дома. Сотни машин стоят в пробках на границе Донецкой Республики и Ростова. Это все те, кто успел уехать из Мариуполя. Все они собираются переехать в Ростов или в ближайшие города России для того, чтобы начать там новую жизнь. В панике люди не успели взять с собой ни еду, ни одежду, ни даже деньги. Их машины подверглись обстрелу, поэтому окна все разбиты. Они их заклеили полиэтиленом, чтобы хоть как-то согреться. Люди ждут своей очереди целыми днями на границе. Беженцев проверяют. Это занимает время. Шестые сутки с пожилым отцом и супругом здесь ждет и Ольга. Всю жизнь жила в Мариуполе. Теперь хочет переехать в Ростов и остаться там жить, получить статус переселенца. Дома горели. Люди просто спасали свои жизни. Здесь уже не о вещах было. Ни каких-то одеял нет. Ничего нет. Просто ничего. Так делимся между собой. У кого-то там что-то, какая-то кофточка есть, там передали. Когда все закончится, вернетесь обратно? Не думаете пока, да? Я думаю, что нет. Почему? Потому что хочется жить в стране, в которой чувствуешь себя защищенным, в той стране, в которой ты себя чувствуешь уверенно. И хочется всегда от правительства и от государства чувствовать поддержку прежде всего. А не жить и знать, что завтра я не знаю, что будет. Я хочу уверенности. Хочу уверенности себе, своей семье, всем близким, родным, всем людям. У-у-у-у-구-у!